Если вы собираетесь зайти себе собаку или уже стали хозяином четырехлапого друга и интересуетесь вопросами содержания и воспитания собаки это видео именно для вас Всем привет на канале Sound Illumination Сегодня вышел на прогулочку с немецкой овчаркой по кличке Бона Бона, поздоровайся с нашими зрителями, привет, привет Вот, и решил записать видео, не знаю, наверное, кратким оно не получится, потому что тема слишком серьезная Вот, с чего же начинать, если вы завели себе собачку Вот уже больше пяти лет я занимаюсь содержанием, воспитанием и дрессировкой собак И на основе своей практики я пришел к тому, что есть несколько важных моментов, которые необходимо учитывать на первых порах при выстраивании взаимоотношений хозяина и его собаки А именно, первое, когда вы завели собачку, допустим, или вам ее подарили Вы, допустим, там, пожалели какого-то питомца и приютили его дома Не имеет значения, породистая эта собака, не породистая, с документами, не с документами Это, там, породы, которые считаются, там, супер умными Или, наоборот, там, декоративные породы Значения не имеет Я рекомендую настоятельно, на первых этапах, в любом случае, проконсультируйтесь с кинологом Лучше всего это сделать до того, как вы завели собаку То есть, вот вы собираетесь завести собачку Проконсультируйтесь со специалистом, у которого есть большая практика Желательно, чтобы это был человек, который занимается разными породами Не конкретно какой-то одной, допустим, там, или хаски, или кавказцами А разными породами У него есть опыт довольно-таки большой в этом всем деле И задайте ему основные моменты, вот эти, основные вопросы С чего начинать, какие ситуации необходимо учитывать Что вы хотите от собаки Какой по темпераменту вам собака может подойти Вот, то есть, если вы, допустим, хотите декор, это одни моменты Если вы хотите охрану вас и вашего дома, это другие моменты Если вы хотите собаку-компонент, это третий момент То есть, все вот эти вот ситуации лучше всего не пожалеете Возьмите консультацию, она стоит недорого То есть, поговорите с человеком и специалист вам порекомендует И четко вам даст ответы на ваши все вопросы Вам будет намного проще, чем вы будете сидеть в интернете, в ютубе, в гугле, рыться Читать разные статьи, форумы, смотреть разные видео И там создавать какое-то впечатление То есть, то, что там для кого-то подходит, не обязательно подойдет к вам То есть, еще раз, на первых этапах важно проконсультироваться со специалистом Инструктором, кинологом, у которых есть большой опыт работы с собаками Второе, перед этим взвести себе собаку Хорошенько подумайте, нужно ли вам вот это вот все Потому что собака-то не плюшевый медведь Это не так, что вы его купили там, поиграли с ним Потом положили, допустим, на диван И на этом все закончилось Собачке нужно выделять время С ней нужно гулять, ей нужно заниматься Ее нужно воспитывать Вы должны хотеть этим всем делом заниматься Понимаете? Чтобы у вас не вышло вот так вот Что вы поначалу завели собаку Вам все это интересно Вы с ней гуляете Кайфуете от этого всего дела Потом у вас там или времени Становится в обрез по работе Или по каким-то другим Или вам это все просто надоедает Или очень часто бывает такое, что у вас начинает что-то не получаться Собака начинает вести себя не так, как вы думали изначально И вам уже не так интересно с ней вот этим всем заниматься Понимаете? Очень важно И на первых этапах И на последующих этапах Собачке выделять время и ей заниматься Вот Не думайте, что, допустим, у вас там нет времени Вы взяли собаку, она там невоспитанная Плохо себя ведет Вы хотите ее воспитать Но вас Не хотите этим сами заниматься Вы отдали ее какой-то питомник Вот Там вашу собаку типа воспитывают Ну, может быть, и воспитывают Но воспитывают другие люди Вот И вам ее отдают Вы начинаете с ней Дальше как бы там проводить время Гулять, все остальное А собака через какое-то время ведет себя так же А то и бывает и хуже Все потому, что ее воспитывали другие люди Затачивали под себя То есть ставили свои лидерские качества Не вы, а другой человек У которого есть опыт, как это все сделать Вы этот опыт никак не приобретете Если не начнете сами этим заниматься Более того, что выходит из первого пункта Это Никакой вам кинолог Никакой вам там специалист Не поможет Правильно воспитать под себя собаку Кроме вас Он может вам посоветовать Он может вам дать методики какие-то Индивидуально для вас Он может как бы там помочь вам Показать, продемонстрировать В том или ином случае Там подстраховать вас Но в любом случае Именно вы должны заниматься Воспитанием своей собаки И соответственно Еще раз повторюсь На это все надо Время и желание Третье В вопросах воспитания Содержания собаки Немаловажно Ваше понимание Что Есть несколько правил Которые изначально Нужно установить В взаимоотношениях С вашим питомцем То есть Если допустим Для вас Критически важно Чтобы собака Там не Пыталась залезть В вашу постель Или не вклянчила у вас еду Со стола Когда вы кушаете То не надо Это подкреплять На первых этапах Потому что Изначально Когда щеночек Маленький Он такой миленький Так хочется Ну он там Что-то скулит Хочется взять его В кроватку К себе Погреть Там обогреть Своим теплом Вот Или допустим Собачка Там поначалу Вы там не знаете Вот Она смотрит на вас Вы там решаете Ее побаловать Дальше Это со стола Этим вы подкрепляете Моменты Когда собака Понимает Что это абсолютно нормально То есть Если вы сейчас Ей даете То соответственно Ну ей это нравится Она потом начинает Это от вас требовать Собака растет Вам это уже Не по приколу Там в какой-то момент Становится Ну а собака Привыкла Что так же было раньше Понимаете То есть Это один маленький Такой момент Который может произойти В любом случае Вы должны понимать Что те правила Которые для вас важны В взаимоотношениях С вашим питомцем Нужно изначально Устанавливать И их придерживаться Постоянно Четвертое На первых порах Когда вы собираетесь Приобрететь собаку Или уже ее завели Очень важно Выбрать себе Ветеринара Потому что В вопросах Содержания собаки Немаловажный пункт Есть ее здоровье Если у собачки Какие-то начинаются Проблемы Или Вы там Видите Что ей не подходит Какой-то конкретный корм Лучше проконсультироваться Со специалистами И в этом плане Вам поможет Больше ветеринар А не кинолог Когда вы заводите Собачку Отвезите ее Как бы на обследование Дайте ей там Необходимый там Набор прививок Это вам Очень сильно поможет Сэкономить И ваши нервы И здоровье собаки И Что немаловажно Ваши финансы Когда вы выбрали Ветеринара Очень важно Там периодически Проходить Ветосмотр Вашей собачке У него Даже если Собака Ни на что не жалуется То есть Ну как бы Понятно что Она не будет Ни на что-то жаловаться Собака не умеет Говорить Ну по ней Даже если Не видно Что есть какие-то Проблемы Даже если у вас Все хорошо Необходимо Хотя бы раз в год Проходить Общий Ветосмотр То есть Там Зать Кровь на анализы Там УЗИ Просветить ее Там Брюшную полость Вот Прощупать Посмотреть Вообще Как бы там Кожный покров И все остальное Потому Очень важный момент Найти Специалиста Ветеринара Который будет Вам помогать Вести вашу собачку В плане Ее здоровья Вот такие Основные моменты Касательно Первых взаимоотношений Вас и вашего питомца В любом случае Конечно Их намного больше Потому Если вас Заинтересовало Это видео У вас есть Какие-то вопросы Пишите в комментариях Я постараюсь На них ответить На самые Интересные вопросы Конечно же Постараюсь Снять Касательно Их Новое видео В любом случае Спасибо за ваше Внимание Подписывайтесь На этот канал Здесь будет еще Много всего Интересного Касательно данной Тематики И до новых встреч На канале Sound Illumination Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok